В официальном медальном зачете команда Казахстана в настоящий момент имеет в активе 10 золотых медалей. Универсиады завершится 8 февраля. В заключении выпуска официальный курс валют на завтра доллар 58 рублей 71 копейка, евро 63,16. Пока это все новости. Мария Деева, все что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм. И о погоде в Москве сейчас минус 19, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление выше нормы, 761 миллиметр ртутного столба. По данным синоптиков, первая половина недели в Москве будет очень холодной. Предстоящей ночью температура понизится до минус 27 градусов. В Москве по области будет до минус 30, завтра днем минус 20 и без осадков. Примерно такая же погода ожидается и в среду, а в четверг будет намного теплее, около минус 10 градусов, но местами будет идти небольшой снег. Двойной удар на Спорт.фм И снова здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Двойной удар на Спорт.фм». Всех категорически приветствуем. Мы в прямейшем эфире. Продолжаем весело и задорно рассказывать вам о единоборствах, а не только о них, конечно же. По-прежнему мы живы и на свободе. Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. Добрый вечер, друзья. Все, кто смотрит видеотрансляцию, может наблюдать, какая мощная группа поддержки комфортно расположилась на трибуне нашей студии. Ну и, конечно же, наш сегодняшний гость остался незамеченным. Да, дорогие друзья, сегодня говорим о боях смешанного стиля, и именно поэтому у нас в гостях президент лиги М1 Глобал Вадим Финкельштейн. Здравствуйте. Добрый вечер. Кстати, Вадим не первый раз уже появляется в нашей студии, и это хороший симптом, потому что мы стали чаще общаться. Это значит, есть о чем нам поговорить в эфире. Да, совершенно точно. И прежде чем мы начнем наши разговоры, давайте оглашу наши координаты, по которым нам можно задавать вопросы. Итак, это смс-портал 5533, слово «спорт». В начале каждого сообщения еще лучше позвоните и выскажитесь. 2760932-2761932, код «Москвы-495», «Вайбер», «Ватсап» доступно, 925-4-2-9-3-2. И, конечно же, группа ВКонтакте, «Двойной удар», «Спорт.ФМ», туда все обязательно пишите. Ну, начнем общаться и задавать мы Вадиму вопросы. Прямо сейчас ждем ваши вопросы. Ну, и таким поводом для встречи послужила международный конгресс, или как правильно его, Вадим, назвать? Международная встреча в Амстердаме, на которой обсуждались проблемы, такие глобальные проблемы смешанных единоборств. Это был не конгресс, это была рабочая встреча. Конгресс у нас обычно проходит раз в год. Обычно, когда чемпионат мира проходит, и тогда я конгресс делаю. Ну, я так, для антуража назвал конгрессом. У нас была мощная международная встреча, много стран было. Да, было 17 стран приехало. Просто у нас перед нами стоит задача. В этом году, на следующий год, подать документы в Олимпийский комитет на признание вида спорта. ММА как вид спорта. И очень много нужно для этого сделать. Именно всем странам. Поэтому, али в Амстердаме. Почему Амстердам? Потому что всем удобно, ну, с Европы собираться. Биз нету. Ну, и все такое. Как бы удобный аэропорт в Амстердаме. И все под боком, все рядом, все есть. Все, что нужно, все там есть. Далеко ходить не надо. Поэтому в Амстердаме очень удобно. К сожалению, нас с Романом не взяли. Роман, ну, думаю... Страдаем прям сильно по этому поводу. Да, мы страдаем, что нас с ним взяли. Мы полный отчет дали. Какие вопросы поднимались? Ну, вопросы были... Самое главное, проведение чемпионата Европы. В принципе, проведение судебных семинаров во всех странах. Проведение тренерских семинаров. Ну, в общем, такие рабочие моменты, которые просто нужно делать. Ввести базу. Вот Спортдата у нас есть такая база, куда водятся все бойцы. Все, кто занимается вообще ММА. Это все нужно для того, чтобы... Когда нас будут рассматривать на уровне Олимпийского комитета, они, конечно, смотрят, сколько людей занимается ММА. Ну, не только в России, а в других странах. Там, европейских, азиатских. То есть, количество вообще людей. Поэтому вот эту базу надо обязательно ввести, потому что... Вот я знаю, что за прошлый год только здесь, в России, да, приняло участие около 7 тысяч человек. Это ребята, которые хотели попасть на чемпионат России. А в базе, по-моему, зарегистрировалось около двух или трех тысяч. То есть, поэтому мы и собирали все страны, чтобы все ребята, которые там принимают участие в Санкт-Петербурге, Москве, там, не знаю, там, в Саратове, еще в каких-то городах, они вносили в базу этих ребят. То есть, вот эту базу. И эта база, ну, как бы, она всемирная. Называется Спортдата. Вадим, ну, смешанное единоборство в России принимает такой массовый характер, и огромное количество спортсменов задействовано. А в мире это движение, вот, любительское движение, ну, условно назовем любительское, да, это те спортсмены, которые принимают участие вот в турнирах, чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Вот оно приобретает уже массовый характер? Да, сейчас очень сильно проснулась Азия, проснулся Китай. У нас даже вот на следующем турнире, 18 февраля, который пройдет в Санкт-Петербурге, прилетает целая делегация из Китая, 10 человек. Все по вопросу и любительских, и профессиональных, и совместной работы. То есть, там сейчас реально кипит вот эта работа по смешанным единоборствам, она, как бы, там, в моде. Насколько я помню, давно уже, правда, не следил за турниром One Championship, но когда доводилось, то там, в основном, в чести были Малайзия, Япония, Корея, а вот китайских бойцов как-то было не очень много. Они все больше по ушу саньда, по кикбоксингу. Ну, вот поэтому сейчас, я и говорю, что Китай проснулся, и этот ван и все, в принципе, регулярно проводят, по-моему, в Сингапуре где-то, да, частенько там. Ну, вообще, Корея, мы в этом году планируем даже провести один турнир в Корее, наверное, это будет в сентябре, и несколько турниров в Китае. То есть, вот М1 Ченнидж там проведем, а по любителям... Ну, в Китае уже проходил у вас турнир, насколько я помню. Это профессиональный турнир, да. Да, мы проводили два раза в Китае уже, проводили, и в прошлом году мы провели чемпионат мира по любителям. Это был Макао, ну, как Китай, почти Китай. Лично китайцам надо получать визу в Макао. Но считается это Китаем. Ну, там очень хорошо провели, на самом деле. Правда, наши ребята все везли пояса. Ну, это спорт. Да, это спорт, но это не случайно, потому что действительно уровень в России любительского ММА очень высокий. Как я уже сказал, почти 7 тысяч человек приняло участие в прошлом году. И сами понимаете, какое селектирование идет. То есть, вот эти 7 бойцов, которые прошли все эти 7 тысяч, конечно, им было намного легче как бы выиграть на чемпионате мира, чем на чемпионате России. Кстати, по поводу китайцев. Вот мы разговаривали с организаторами китайского турнира Кун Лун Файт, теми, которые сотрудничают с Китаем. И они прямо за голову хватались и жаловались, что китайцы, ну, мягко говоря, разгильдяличили в момент подготовки. И было очень много всяких нестыковок и так далее. Не сталкивались? Ну, на самом деле, уровня китайских бойцов еще нет хорошего. И это говорит о том, что там только начинается этот вид спорта, потому что чем он будет больше развиваться, я думаю, что китайцы себя еще заявят. А вообще это, как сказать, как Россия где-то 10 лет назад, потому что уровень пока желает, ну, нет уровня еще. И, кстати, вот сейчас китайцы, которые приезжают, у них первая задача, они хотят договориться с тренерами по самбо, тренерами по ММА, вот, чтобы приезжали в Китай именно обучали. Да, обучали, потому что у них, вот, как говорится, ушу санда только. Да, и то наши их бьют по ушу санда со страшной силой. Ну да, бывает и такое. Вадим, а в Европе ведь вот это вот движение, которое началось в России, да, оно же и параллельно развивалось в Европе, но законодательство в области телевидения как-то в Европе все это дело, насколько я понимаю, тормозит. Вы знаете, смотря где. Франция, да. Допустим, Германия, мы у нас контракт, мы показываем в Германии. И в Берлине у нас в сентябре будет проходить тоже очередной М1 челлендж, первый раз в Германии будет. В ноябре, по-моему, даже уже дата и 16 ноября у нас будет в Чехии мероприятие. Как раз там, как сказать, там медленно так все тоже растет. Но до признания, я так понимаю, еще далеко, да, видом спорта вот в глобальном масштабе в Международном Олимпийском комитете? Ну, до признания какого? Как вид спорта? Как вид спорта, да. Я думаю, недалеко. Во-первых, мы имеем право подать, только подать на признание видом спорта, когда нам уже есть пять лет. Пять лет нам исполняется только в конце года, вот этого года. Поэтому до этого мы даже не могли подавать. Для того, чтобы нас признали видом спорта, нам нужно 50 стран. У нас сегодня есть 60 стран, на самом деле. Но проблема в том, что надо, чтобы именно привести документы в порядок, чтобы эти 50 стран входили, ну, получили аккредитацию в своих министерствах спорта. Чтобы в этих 50 странах тоже смешанные единоборства были признаны как вид спорта, чтобы там тоже было признанно. Но это большая работа. Да, Вадим, а у меня еще вот какой вопрос есть. Не так давно видом спорта признали олимпийским тайский бокс. Кстати, сегодня Всемирный день Муай-Тай. Да, сегодня Всемирный день Муай-Тай, но, Рома, его тоже признали видом спорта. Не олимпийским видом, вот не войдет в заключение, а просто видом спорта. Я о чем хотел спросить, и мы, кстати, с Григорием Дроздом на эту тему говорили. ММА – это очень жесткий контактный вид спорта. Мы все прекрасно помним, во что стали превращать бокс. Мы все прекрасно помним, во что превратилось тэквондо, да, в интимные поглаживания. Вот здесь не произойдет ничего такого похожего с негативной точки зрения. Не станут ли упрощать и смягчать ММА? Я не думаю. Вы знаете, для нас это очень хорошо, что тайский бокс признали. И, значит, очередь следующая за нас, за нами. Ну, кстати, сказать, тайский бокс, он не стал более мягким. Вся та же самая техника. Ну, подожди, тэквондо, когда он стал олимпийским видом спорта, он был одним. И бокс тоже, когда стал, ну, бокс, понятно, уже был всегда, да. Но потом перчатки, потом шлемы, тэквондо убрали, появилась система электронного судейства, пропали удары. Вид спорта кардинально изменился. Бокс, в общем-то, тоже, сам понимаешь, да, в каком месте находился до недавнего времени. Ром, но другое дело, что тайский бокс в ближайшее время даже не будет рассматриваться как олимпийский вид. Его даже на голосование никто не ставил. Но, тем не менее, вот то же самое Григорий Трост, он выразил опасения, что действительно могут начаться какие-то движения нездоровые на тему того, чтобы смягчить этот самый вид спорта, сделать более аудиторию. Давай зададим вопрос аудитории. Вот что выберет аудитория? Вступление в олимпийские виды, но смягчение правил, либо не вступление в олимпийские виды. Вот уже признают, и это уже хорошо. В олимпийские виды мы не вступим, но смешанные единоборства останутся вот теми смешанными единоборствами, которые так любят вся наша аудитория. Давай зададим вопрос. Пожалуйста, вопрос. Ну, в общем-то, вопрос озвучен, координаты прямого эфира. Да, 5533, слово «Спорт» в начале сообщения. 2760932, 2761932, Кот Москвы, 495, Вайбер, Ватсап есть, 925-4293-2 и группа ВКонтакте, «Двойной удар», «Спорт ФРМ», туда пишите. Вадим. Тут в основном приходят сообщения по поводу того, какие красивые девушки, где мы их берем в таком количестве. Друзья, кастинг, кастинг и еще раз кастинг. Но ждем, собственно, по существу вопросов. Да, так вот, пока вы их пишете, Вадим, все-таки нет ли у вас опасения, что действительно могут начаться какие-то вмешательства в сам вид спорта? Ведь мы же видим, что примеры тому есть. Все возможно, будем над этим работать. По-любому есть у нас профессиональный вид спорта, который сегодня популярен и с каждым днем только растет. Я думаю, что профессиональный вид спорта уж точно никто менять не станет. Ну, это понятное дело. Но профессиональный вид спорта, он и не собирается в олимпийскую семью, насколько я знаю. Ну, это, в общем-то, и невозможно, потому что олимпийские виды спорта – это исключительно так называемые условно любительские виды спорта. Кстати, давай потихонечку переходить к профессиональным турнирам. А именно, 18 февраля состоится очередной турнир М1. Пройдет он в городе Санкт-Петербурге. И давай перейдем поподробнее, расскажем, какие будут бои, кто будет биться. С удовольствием. Но я думаю, что Вадим самолично расскажет и раскроет все карты практически в главном событии – Рашид Юсупов против Штефана Пюца. Это будет бой за пояс, насколько я понимаю, да? Будет два титульных поединка в этот вечер – Рашид Юсупов и Пюц, и Бутенко Индиев. На мой взгляд, оба два интересных поединка, оба поединка с интригой, как мы любим, в принципе. Ну, вообще, мы стараемся, как бы, вот такие поединки интересные делать, чтобы никто не сказал, кто будет победителем заради. Да, ну вот в данном случае, вот давайте возьмем главное событие – Рашид Юсупов против Штефана Пюца. На ваш взгляд, кто является фаворитом, ну, там, в хоть какой бы то ни было степени, почему? Мне кажется, Штефан Пюц, потому что… Он опытнее. Он опытнее, да. Но, как показала практика, иногда это не всегда работает. Да, ну, вот, например, чего за примером далеко ходить – Штефан Пюц проигрывал Виктору Немкову, да? Рашид Юсупов его побеждал, но и Штефан Пюц его тоже побеждал, да? Поэтому тут, я не знаю, им корректно ли такие сравнения вообще приводить? Я думаю, что совершенно бесполезное занятие сравнивать, как-то предугадывать исход этого боя, потому как совершенно неблагодарное занятие, и сколько было примеров, когда до боя мы анализировали ситуацию, уже расписывали чуть ли не по раундам, когда, в каком раунде что произойдет, а результат был вообще другой. Согласен за Игорем 100%. Именно этот спорт, ММА, он вообще непредсказуемый. Здесь рассчитать очень сложно. Да, ну и, кстати, обращаясь к соглавному событию – Абукар Яндиев против Александра Бутенко. Вот здесь, конечно, разница в количестве профессиональных боев огромна. Да, здесь, конечно, Абукар взял на себя такую, как сказать, ответственно-серьезную. Да, но я так понимаю, что никогда ни от таких вызовов не бегал и не будет. Нет, не бегал, я имею в виду разница в опыте, конечно, и, если честно, весовой. Выступают они в 70 килограмм оба, но Абукар в нормальной весе где-то около 80 весят, а Бутенко – 90. Ну да, существенная разница, конечно. Причем Абукар он же практически не гоняет, он близко к своему весу находится. Да, Абукар будет гонять первый раз, вот реально первый раз для… Обычно он всегда выступал даже… Он весит 82, там 80, выступал 84. То есть даже недовесок там был небольшой. Да, даже был всегда недовеском, хотя все, вы сами знаете, там гоняют 90. Там тот же Штефан Пютц, он прилично весит там за 100 кило, там 102-103, а гоняет 90. Ну он и в тяжах спокойно, мы помним, выступал. Да, конечно, потому что его нормальный вес за 100 кило. Вот подключилась аудитория. Всем привет, мягче уже некуда в ММА. Достаточно вспомнить, какие были ограничения в 90-х. Практически никаких ограничений не было. Сейчас идеально. Алексей Скемерово пишет. И Роман Романов. Наоборот, сокер-киков и стомпов не хватает в ММА. И ударов коленями в партере тоже не хватает. Но тут, знаете ли, дело вкуса. Кстати, вот, Вадим, на ваш взгляд, сокер-кики, они вообще, как вот сейчас на турнире «Райзен», да, который является продолжением «Прайда», они есть? На ваш взгляд, они нужны вообще? На мой взгляд, нет. А локти? И локти тоже. Но тогда получается бой... Понимаете, смотря... Я все-таки придерживаюсь... Все-таки это спорт. И вы же знаете, тот же «Евротай», там тоже нет локтей. Дело в том, что локоть ничего не дает, кроме как рассечения и таких вот ударов, которые приводят, в принципе, к завершению поединка. И когда бойцу разрешают использовать локоть, его единственное... он не единственное, что пытается нанести вред сопернику. Ну, смотрите, там, получается, борьба в партере гораздо активнее. Если человек другому завязал руки, то он даже не может бить хаммерфистом, лотками, да, то локти как раз самое надежное средство. Ну, я использовал локти когда-то вначале. И, вы знаете, мне просто не понравилось то, что это очень... Есть линия крови, очень часто рассечения. За этим и ходят. Ну, кто за чем ходит, в принципе, я все равно за спортивную составляющую. Потому что мы не используем локоть и никогда не использовали. И сейчас все, конечно, гонятся, все промошены за UFC, там, то, что в Америке это использует локоть. В Америке аудитория другая, там любят кровь. А у нас, не знаю, я считаю, что дети смотрят телевизор и... А у нас все турниры с пометочкой 12+. Даже 16. Ну, но локоть используют. Ром, я тебя поправлю. Если в кадре может, может гипотетически появиться кровь, хоть капля крови, то пометка 16+. Хорошо. Так что у нас все-таки 16+. Друзья, мы оставляем вопрос силе, поэтому ждем ваших высказываний по поводу следующего. Что вы выберете? Смягчить правила и вступить в олимпийскую программу или ничего не изменять? Наоборот, если возможно что-то добавить, добавить. Но в олимпийскую программу при этом... Олимпийской программе при этом придется пожертвовать. Да, поэтому, пожалуйста, звоните, пишите, будут деньги, высылайте. Еще раз напоминаю, мы работаем за еду. Кстати, у Вадима хотел бы уточнить, все-таки Букар и Александр они в каком весе будут биться? 70 килограммов. А, 70 килограммов, да. Еще один бой, который вызывает, ну, у меня личный интерес, и боец, по крайней мере, который будет принимать участие в этой схватке, это Дамир Исмогулов в супротив француза Моргана Эро. Правильно я произнес его фамилию, да? Ну, на последний слог, варенье. Первый раз у нас выступает промоушене, я еще не знаю, его только вот... Ну, судя по тому, как написано, потому что по-английски там первая буква «H», но в английском, во французском нет звука «Х», да, поэтому, соответственно, мы его убираем, и, ну, получается Морган Эро, да. Дамир Исмогулова мы знаем, он, кстати, вот на мой взгляд, за последнее время очень сильно вырос и превратился в такую... Да, он претендент на титул, и следующий, кто выиграет, Яндиев или Бутенко, я думаю, что следующий, это Дамир, кандидат на титул за чемпиона. А француз кто такой? Француз хороший боец, это просто рейтинговый бой. У меня подбором ребят занимаются два венчмейкера, которые занимаются один российскими бойцами, второй именно западными бойцами, и у них как бы идет такая конкуренция, они должны выбрать бойцов, то есть конкурентных таких. Да, а вот у них такой заочный спор, да, получается, чей боец выиграет в итоге, зарубежный или... Нет, точно, они берут и между собой драться начинают. Да нет, потом ставки делают, например. Нет, ну, вы знаете, подбор бойцов это очень сложная вещь. Во-первых, это нужны действительно профессионалы, которые знают всех бойцов, которые отсматривают их, которые оценивают их уровень. Потому что свободных бойцов на рынке нету. И так как мы-то занимаемся этим давно, и мы отслеживаем, и за хорошими бойцами мы гоняемся. Хотя у нас есть тысяча предложений, вот реально тысяча предложений, которые бойцы хотят у нас выступить. Но, как сказать, за такими вот реальными настоящими бойцами, талантливыми ребятами гоняемся мы. Ну, собственно, в этом и выражается такая конкуренция между промоушенами. Причем эта конкуренция, она на сегодняшний день глобальная. Как только появляется более-менее перспективный проспект, тут же слетаются со всего мира, это не фигура речи, это буквально в смысле слова, чтобы подписать этого спортсмена. И какой промоушен заполучит этого яркого спортсмена, тот, собственно, на какой-то момент и вырывается вперед. Это здесь все логично и закономерно. Да, согласен, дорогие друзья. Друзья, ждем ваши вопросы и ждем, соответственно, ваше мнение на тему изменений возможных правил. Координаты, напомни. Да, у нас есть смс-портал, у нас есть телефон 276-0932, 276-1932, код Москвы-495, вайбер, ватсап тоже есть и группа ВКонтакте, двойной удар присутствует. Так что вперед. Еще один бой, который мне интересен, это, конечно же, поединок с участием Артема Домковского, который будет сражаться с Перейрой. Ну, Артема Домковского мы все прекрасно знаем, мы знаем его сильные стороны. Видели его последний бой, кстати, который он в блистательном стиле совершенно выиграл, победив Алексея Махно, причем выиграв просто за явным преимуществом. Вот это мне было удивительно. Ну, Артем, Артем вообще замечательный боец, я не раз говорил, я его вообще люблю как бойца, смотреть его бои, одно гляденье, его, вот сколько он провел боев, каждый бой можно пересматривать по несколько раз. Это парень, который берется всегда в стойке, таких боксеров, ну, тайский боксер, да. То есть он ударник, и все его бои очень яркие, кем бы он их ни проводил. Да, причем он может выиграть, проиграть, всегда шел. Да, да, он реально замечательный боец. И как мне показалось, когда они вышли с Алексеем Махно, вот как только они оказались внутри Рейджа, у Алексея Махно психологический бензин закончился тут же. И мне кажется, что вот с первых же минут было понятно, у кого психологическое преимущество, и кто победит в этом бою. Да, тоже опыт, потому что Артем выступает у нас уже больше 10 лет, и у него, не знаю там, сколько у него боев уже за спиной, а Махно все-таки, вот тут вот сыграл опыт. Да, у Артема больше 30, 32. Это только по ММА, не считая по тайскому. Ну, это конечно, да. А вот товарищ Эриван Перейра, я смотрю, так он дрался в джангл файт, это если кто вдруг не знал, это один из самых крутых бразильских промоушенов. Ну, и в основном, я так понимаю, он там бился у себя на родине. Не думал я, что Ериван, это армия, это бразильское имя. Век живи, Игорь Олегович. Так вот, посмотрим. Я не знаю еще этого бойца, я знаю, что ребята, которые подбирали, ну, Станислав Харламов, тем не менее, ну, кто подыскивает бойцов, он обычно плохой боец не окажется у нас на промоушене, сто процентов. Да, но если, кстати, но если бразилиц, да, то сразу же мы о чем думаем с вами? О бразильском джиу-джиу. Да, 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 о нем. И получается интересное противостояние. Домковский чистый ударник против, ну, вроде бы номинального борца. Да, это всегда интересно, это всегда привлекает болельщика и зрителя. Это не всегда так, в Бразилии очень хорошие ударники тоже, и кикбоксеры, и тайские боксеры. Поэтому я думаю, что это, если они подбирали под Донковского, я думаю, что он тоже боец, который умеет бить. Да, сейчас нас немножечко отобьют, а мы продолжим разговор. Ну да, действительно, сейчас как возьмет, как приедет какой-нибудь очередной Брандау, да, и всем покажет, как надо выступать. Да, как совершенно недавно это было, когда мы тут опять-таки расписывали, что у Брандау шансы только в стойке, а он раз, и такой закрутил приемчик, что до сих пор аукается. Да, причем победил базового борца, да, Мурата Мачаева, взял его на болевой прием, шокировав всех абсолютно. А у нас есть звоночек, да, еще раз напомню, телефон 276-0932-276-1932, так вот, Москва-495, наш постоянный слушатель, брат по оружию, Алексей из Нижнего Новгорода, приветствуем. Приветствую, Роман, приветствую, Игорь, приветствую, Вадима Финкельштейна, очень соскучился по всем. Вопрос у меня такой, вот Вадим только что говорил о том, что ему нравится стиль Домковского, потому что он работает в стойке, он кикбоксер или кикбоксер, как сказал Вадим Григорьевич. Вопрос у меня такой, почему бы М1 не взять под крыло какую-нибудь кикбоксерскую промоутерскую организацию, как это сделал Билатер, и проводить вместе с боями по миксфайту, также кикбоксерские поединки, думаю, было бы интересно, у нас много талантливых парней, например, Артем Пашпорин, мой земляк, я его рекомендую, всем спасибо, всем удачи. Кстати, Алексей, Алексей с нами еще? Алексей отключился? Ну, я думаю, он слушает, да. Алексей, 13-го числа у нас в этой студии будет Джорджо Петросян, поэтому готовьтесь. Соперник. Да, соперник Пашпорин, так что готовьтесь, готовьте вопросы. Да, Вадим. Ну, знаете, я считаю, что надо заниматься чем-то одним. Мне много предлагали заниматься, чтобы я грэпплингом занимался, еще чем-то. Но на самом деле мне не хватает, наоборот, турниров, потому что столько ребят хороших, и, в принципе, ребят, которых под контрактом. Я планирую в этом году провести 14 турниров, и то, наверное, недостаточно, чтобы охватить всех ребят. И мне кажется, что все равно немножко бокс или кикбокс. У нас, ну, мы специально даем такую льготу для ребят, которые именно вот на улицах дерутся, для того, чтобы они дрались в залах, чтобы они дрались на ринге, чтобы они принимали участие в чемпионатах России. Вадим, сейчас будет еще одна небольшая пауза, и затем продолжим. С голубого ручейка начинается река, ну, а утро начинается с улыбки. Новое 100% утро на Спорт.ФМ. Каждый день в 7 утра. Александр Боярский, Роман Вагин, Эмма Гаджиева. Новые ведущие, новый сезон, новое платье у Эммы. Они пришли, чтобы разбудить этот мир. Новое 100% утро только на Спорт.ФМ. Двойной удар на Спорт.ФМ. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Двойной удар на Спорт.ФМ». Еще раз всем категорически спортивный наш бойцовский вечерний привет. Мы по-прежнему живы и на свободе. Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. Продолжаем с пристрастием опрашивать нашего дорогого гостя, президента Лиги М1 Глобал Вадима Эфенкиштейна. Мы закончили перед паузой разговором о фанатах, которые будут сражаться друг с другом не в березовой рощице, а в ринге. Причем один на один. И мы говорим о том, что мы в планах отвлечь их от улицы. И самое интересное, что мне доводилось тренироваться, когда я ходил в секцию бокса, мне доводилось тренироваться с бойцами одной фанатской бригады ЦСКА. Они не курят, они не пьют, они тренируются каждый божий день для того, чтобы драться с фанатами «Спартака» и «Зенита». То есть из баров их вытаскивать не надо. Я свою личную неприязнь испытывал, что даже кушать не могут. Я понимаю. Совершенно точно. Вот в этом и есть вся фишка, как говорится. Потому что ребят надо привлекать в залы. Надо жить по правилам, правильно? Надо выступать по правилам. Если он хочет драться, так ради бога. Для этого есть специальные залы, есть специальные чемпионаты России, где они могут принимать участие. В принципе, просто много промоушенов сегодня в России, где, я думаю, что они найдут место выступить. Это понятно, но, видите ли, романтика потеряется, когда толпа вот этих, да, толпа вот этих. Причем они обычно договариваются 100 на 100. Конечно, этих пришло 100, этих пришло 200. И договариваются без, как это слово в куге, да, которое рифнуется со словом «давно». Вот без этого приходить надо. И, конечно же, одни приходят вот без этого, а другие приходят с битами, бутылками, травматом и начинается. Но если это все убрать, потеряется же та самая романтика. Вы знаете, мы по другой романтике. Наше дело – это развитие ММА, развитие этого вида спорта. Не только в России, а в мире. Поэтому привлечение таких ребят, во-первых, что нам дает? Во-первых, увеличивает аудиторию. Ребята смотрят. Хотят так же, как вот Романов. Да, он уже два года у нас выступает. Тоже парень из, в принципе, из этих же, около фанатов, да, там все время выступал. Сейчас принимает участие, стал профессионалом. Скоро будет претендовать на титул чемпиона. Он дает пример этим ребятам, которые просто тоже хотят, наверное, так же повторить этот путь. Вот где-то это такая небольшая философия. 276-0932, 276-1932, код Москвы 495, Александр, здравствуйте вам. Добрый день, хорошего вам эфира. Меня зовут Александр, я начинающий журналист. К сожалению, пока работаю не в журналистике, но со мной на обычной работе работает человек, который ранее начал болеть за «Спартак», но ранее он был прям таким жестким фанатом и участвовал в этих боях. И на что я его спросил, говорю, а зачем, для чего? Я говорю, неужели, говорю, вы хотите без всех и заставить болеть их за «Спартак»? Он говорит, нет, понимаешь, Саш, может быть, в русском характере искать врага внутри, пока их нет извне. К примеру, когда были события во Франции, были стычки между нашими фанатами. На чемпиоте Европы. На чемпиоте Европы. Да, на чемпиоте Европы. Он говорит, никто не спрашивал, кто болеет за «Спартак», кто болеет за «ССКА». Он говорит, мы просто, получается, объединились, нашли врага извне, и, как бы, вот были стычки с ними. Ну, и он объяснил это обычным русским характером. Всегда искать врага, чтобы быть... Ну, подождите, а как же быть с английскими болелами, которые в Англии ведут себя тише вода ниже травы? Иначе их на футбол перестанут пускать. А как только они выезжают, пожалуйста. Как быть с Тифози, которые, кстати, сидели у нас в студии, и они тоже вот итальянские ребята. Один из них занимается муай-тайем. Я ему говорю, ну ты занимаешься муай-тайем, на кой черт тебе это надо? Он говорит, а мне не хватает. Говорит, я хочу вот именно там. Я, знаете, с вами согласен. Это уже, наверное, вопрос к нашему футбольному руководству. Почему в Англии они себя так ведут и никого не шокуют, а у нас ведут так, что беспокоят друг друга. А я вам расскажу, хотеть все очень просто, потому что у них абонементы персонифицированные. Там на каждом абонементике рожа его наклеена. И если он будет беспокойно себя вести, ему просто запретят вход на стадион. Давайте обсуждение футбольных проблем отложим до футбольных программ, а то Рому опять понесло футбол обсуждать. У нас все-таки смешанное единоборство обсуждается. Не может быть. Для Алексея Курочкина, который прислал вопрос, а как насчет устроить бой между хоккейными тавгами, уже было, уже устраивали. Не мы, но вообще такие бои проводились. Ну, кстати, вот Алексей Курочкин спрашивает насчет действующих тавгаев, но из действующих я знаю только Дамира Рыспаева и все. Из действующих тоже выступали Евгений Артюхин. Но он не тавгай, он просто хоккеист. Но тем не менее он выступал. Следующий вопрос, переходим. Вадим, в М1 выступает большое количество спортсменов, представляющих команду «Новый поток». Это и Александр Шлеменко, и многие другие. Тот же... Дамир Исмогулов. Дамир Исмогулов, да, выступают. Я так понимаю, что в последнее время Кунченко, чемпион лиги, наметилось такое тесное общение и сотрудничество с «Новым потоком». Мой основной партнер сейчас. И вот они поддерживают и «Лигу М1», и очень большая у них сейчас база бойцов. Такая как бы очень крепкая. Как вы сказали, и Кунченко, и Исмогулов. Ну и очень-очень много ребят. Практически сейчас на каждом турнире несколько бойцов из «Нового потока» всегда присутствует. Создана целая школа. Шлеменко, по-моему, тренирует всех ребят. Авторская школа, да? Да, авторская школа. Школа «Шторм», да? Да, поэтому сегодня «Новый поток» делает очень много. Вообще очень много для именно смешанных единоборств. Я знаю, что они поддерживают не только смешанное единоборство, и дзюдо, по-моему, и бокс. И борьбу. И дзюдо, борьбу, и бокс. Да, да. Поэтому большое спасибо им. Кстати, по поводу Александра Шлеменко. Ведь стал известен его соперник, Пол Брэдли, мужчина. Как вообще происходил подбор оппонента для одного из ведущих бойцов России? Да что там, Россия, одного из ведущих бойцов этого веса в мире? Ну, вообще очень сложно. На самом деле мы хотели бой сделать Александр Шлеменко и Емеев. Да, но он травмировался. Он травмировался. Потом выбор пал на Токова. Токов подписал. Уехал. Уехал, да, на бой. Поэтому ребята перелопатили, очень серьезную работу сделали, перелопатили всех бойцов. Мы, в принципе, подобрали очень серьезного и хорошего оппонента. Я думаю, что бой будет интересный. А как же Вячеслав Василевский, бой номер 103? Ну, я думаю, что может быть в будущем. Может быть в будущем. Когда он выиграет несколько боев. Кстати, еще такой вопрос. Ведь Александр Шлеменко, он до сих пор подписан в Беллаторе, да? Вроде как. Да. А вот интересно, Беллатор не сильно противится его совмещению? Ну, раз такие бои происходят, значит... Нет, это есть просто контракт на обязательство, где он имеет право... Допустим, в Америке, наверное, он не может выступать. На других... Ну, в России, если ему не дали бой, он попросил разрешения, то ему разрешили. То же самое у нас тоже есть такие контракты, где прописано, что если боец... Допустим, польский боец или французский боец, если он не чемпион действующий, и он спрашивает, можно я выступлю в каком-то промоушене, то мы тоже разрешаем. Ну, справедливо, да, чтобы не дать человеку заработать. Кстати, вот Анатолий Итоков уехал. Ему дверь закрыта обратно? Нет, почему. Я не знаю, насколько он в боев подписал контракт. Это так было неожиданно для нас, допустим. Мы не знали, что он подписал. После того, как Имеев травмировался, он объявил, что он травмировался, и мы сразу обратились к Итокову, потому что считали, что этот бой не менее интересный. Конечно. Ну, нам сказали, что все, он едет выступать именно в этот же день, выступает 18-го числа вместе с Федором. Ну, правильно, потому что, насколько я понимаю, у Федора вообще такой чуть ли не пунктик, да? То есть там, где выступает он, он еще и своих пацанов за собой притягивает. Ну, почему бы и нет? Кстати, много вопросов к нам приходило по поводу Федора. Вадим, вы много лет работали с Федором и видели изнутри, как происходил процесс. Я сейчас поясню, в чем, собственно, вопрос. Обсуждается следующая тема, что Федор не очень-то уж и тренируется, не очень-то уж и готовится к боям. Но, наверное, эта картина сейчас такая. А как он тренировался, как он готовился, когда вы работали плотнее и видели все изнутри? Я не думаю, что он... Федор Трудяга, он всегда трудился, тренировался очень, ну, как сказать, интенсивно и много. Уходил на разалы самый последний. Я думаю, что ничего не изменилось. Вадим, у меня тогда вот такой вопрос. Когда вы работали вместе и видели, как он тренировался, кто был спарринг-партнером Федора? О, было очень много работал. Из известных, по крайней мере, по фактуре своей, это были соперники, это были партнеры, которые напоминают будущего оппонента Федора или же нет? Знаете, было это очень много, очень... В течение 10 лет это было. Поэтому эти спарринг-партнеры были те же и Сергей Харитонов, и тот же брат Александр Ремьяненко, и Роман Зенцов когда-то. Это практически все бойцы, которые сегодня есть, это все были спарринг-партнерами, ну, как помогали друг другу, тренировались вместе в Голландии. Это были все тоже ведущие кикбоксеры. Я же там, не знаю, и Эрнесто Хуст и все остальные. Вот, я просто к чему веду. Парни, в общем, немаленькие, да, по своей энтерпометрии и фактуре. Вот, просто сейчас, опять же, да, чтобы меня никто не обвинял ни в чем, что я рассказываю какие-то голословные вещи, что потом мне писали, что мы бездарно работаем. Так вот, анализируя те новости, которые приходят из тренировочного лагеря Федора Емельенко, мы делаем следующие выводы, что Федор тренируется и спаррингуется с Кириллом Сидельниковым, братьями Немковыми, Анатолием Токовым. Кто из них супертяж, кроме Кирилла Сидельникова, и который подходит по фактуре Мэтта Метриона? Игорь Олегович, вот так кивайте, вы, наверное, знаете, кто именно. Знаете, на самом деле, когда Федор тренировался в Голландии, ему, наоборот, ставили маленького бойца, потому что он намного быстрее, чтобы успевать за ним. Но это часть тренировки. Исмаил Силах тоже боксировал как спарринг-партнер с Владимиром Кличко, но у него, я имею в виду Владимира Кличко, там человек 10 было разных. Один быстрый, второй медленный, но мощный. Они разбирали все моменты и все детали. Да, вот это вызывает, понятно, что там пригласили голландского тренера, насколько я помню, да, чтобы он над ударкой поработал. Вот это постоянно, это Питер Тайсон. Наверное. Он еще, улс, лет, наверное, 7 уже. Ну что ж, брату Александру дадите третий, или какой уже по счету, десятый шанс? Ну подождите, сейчас же Лига Ахмат впереди планеты. Не подписали, вчера звонил коллегам в Грозный, вопрос только обсуждается, не подписали еще контракт. И вряд ли подпишутся. А что обсуждают, обликом Урале? Не знаю, что обсуждают, говорят, что под большим вопросом подписания. Так вот. Документ. Я не знаю, что здесь комментировать. Я считал, что он подписал, потому что я читал во всех новостях, что он подписал. Вот не подписали. Ну, без комментариев, значит, без комментариев. Еще один вопрос, который никак не утихает, точнее, еще одна тема. Это объединительные бои. Сейчас поясню, в каком контексте нам этот вопрос с Романом задавали. Вот возьмем профессиональный бокс. Существует несколько ведущих организаций. WBC, WBA, IBF. И, естественно, эти организации между собой не сотрудничают. Но, если, допустим, Роман Мазуров чемпион в одной версии, я чемпион по другой, то мы можем между собой встретиться и попытаться объединить эти два пояса. То есть формат общения такой вот в профессиональном боксе придуман. В смешанных единоборствах пока прецедентов не было в мировом масштабе. Но, тем не менее, такие перспективы, как вы расцениваете? Возможно ли такое? Пока, мне кажется, сложно. Почему? Потому что спорт только зарождается. И, в принципе, такую эксклюзивную модель. Все копируют с UFC, который пытается все там, ну, очень, чтобы все очень жестко было, что спортсмен не имел права там ни налево, ни направо. Поэтому, наверное, возможно, это когда-то будет. Но сейчас, как бы, каждый там думает о себе и гребет в свою сторону. И, как сказать, все друг друга копируют. Но я имею в виду, что как-то вот, если иногда смотришь на телевизор, не поймешь, то ли это UFC, то ли это Баллатор, то ли это какие-то наши промоушены. Все так одинаково до цвета ринга, до цвета сетки, до всего. Но вы отличаетесь рейджем. Вас сразу можно определить. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, если мы, опять же, посмотрим на профессиональный бокс, там ринг стандартный, везде одинаковый, экипировка тоже одинаковая. А вот личности всегда определяют интерес к этому событию. И, наверное, смотришь на единоборство. Поставлю немножко по-другому. Там самый главный боец, в каком промоушене он выступает, не так важно. И кто делает там это событие, тот и, ну, как бы, ну, я так понимаю, покупать лицензию, федерацию, вот это. Да, атлетическая. Немножко другая система. Потому что у нас, в принципе, у каждого свой промоушен, там, и каждый пытается, как сказать, удивить друг друга, знаешь, что вот. Но в этом есть некое рациональное зерно, Роман. Как ты считаешь? Вот представь себе, допустим, да, вот условно, Федор Емельяненко, чемпион лиги М1 в свое время, против чемпиона своей весовой категории. И они пытаются объединить пояса, так как это в профессиональном боксе. Звучит, конечно же... Отлично звучит. Ну, звучит непривычно, потому как не было прецедентов. Но рано или поздно, когда-то же это случится, это же возможно, что это случится. Ну, значит, 50 процентов, либо да, либо нет. Поэтому, конечно, но, видишь, Вадим говорит, что это сложно пока. Ну, да, мы уже эту тему, кстати, обсуждали с Вадимом, и там есть юридические вопросы, потому как все эти объединительные пояса, они же происходят не под эгидой какой-то организации, а, допустим, организатором может выступить канал. HBO выступает организатором, и в рамках шоу этого канала встречаются спортсмены. И тут не нужно делить права, не нужно делить ответственность, кто за что отвечает. Канал выступает организатором, канал выступает как промоутерская организация. И в этом есть, скажем, удобство и простота. Да, Вадим, еще хотел задать вопрос. Как дела у арены, где будут проходить ваши турниры? Дела, в принципе, неплохо, но, конечно, очень хочу ее к октябрю закончить. Хотя, знаете, строители есть строители, и всегда есть какие-то сюрпризы. Вадим, я прошу прощения, сколько она строится уже? Строится она уже, наверное, года, наверное, три. Вот вы представляете, три года строится. Вот вдумайтесь, три года, да? Даже поменьше. Даже поменьше. И она почти готова, насколько я понимаю, да? Ну, наверное, сейчас 70-80% готовности. За три года. Это я просто к чему веду? Просто в Санкт-Петербурге есть еще одна арена, которая строится уже 103 года. Вадим Фенкельштейн, может быть, вы поделитесь опытом, как можно сделать так, чтобы... Сначала нужно было подряд на строительство «Зенит-арены» Вадиму передать, там вот быстро все построилось. Ну, вот зачем что-то придумать, да, Вадим? Я только начал развивать ММА, они начали строить, да? Вот! Вот именно! Вот именно! Сколько уже денег было про это, в общем, выкинуто, в общем, туда вот куда-то, в Тар-Тарары. А Вадим Фенкельштейн построит за три года современную арену для боев. Насколько тысяч человек? У меня небольшая арена, она где-то будет с тысячи до трех вмещать. Ну, смотря какое мероприятие проводить. Ну, хорошо, ладно, на «Зенит-арене» чуть-чуть побольше, да, поэтому... Да, это побольше, реально. Да, 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 ну, на пару тысяч. Да не принципиально. Вадим это дело освоил. Ну, для тысячи строителей немножко побольше строить. Технология одна ведь, так, Вадим? Я считаю, что нам в Санкт-Петербурге больше арены не нужна. Пока. Ну, в Санкт-Петербурге... То есть заморозить строительство и все. Просто в Санкт-Петербурге нету этого формата арены, а потребности есть. Мне часто задают вопрос, Игорь, вот хотим провести в Питере, вот подскажи какую-то арену, это вот недавно совсем были эти разговоры, что вот хотим провести, я говорю, ребят, ну вот выбор не очень большой. И реально есть спрос на вот такой формат и на такую площадь арены? У нас действительно очень много хороших, больших арен. Это и Ледовый дворец, и Юбилейный, и СКК, и сейчас Сибур-арена. Ну, они все там от 5-6, там 8-12 тысяч. Мы с Романом как-то в павильоне киностудии комментировали, было дело. Это был далекий 2009 или 2010 год. А, когда там почти перестрелка началась, да? Да, да, да. Классно. Когда две дагестанские команды... Выясняли, кто из них, да. Причем лучше стреляет. Одна дагестанская команда, насколько я правильно помню, была представлена от Ростова, заявлена. Ну, там это был бой Рашид Магомедов и кто? Не помню, кто помнит. Не Шамиль Завуров, по-моему, нет? Нет, не Шамиль Завуров. Две команды было. Обе дагестанские, просто одна представляла Дагестан-Дагестан, вторая... Ну, Горец и кто-то еще. И кто-то еще, но команда была заявлена от Ростова. Ну да ладно, да, не суть. Кстати, да, Вадим, такой вопрос, скажите, вот так пытаюсь тоже в памяти перебрать турниры, а у вас девочки не дерутся, да, по-моему? Ну как же, Анжелика, которого... Нет, у нас дрались девочки, у меня были, когда мы начинали. Просто сейчас нету реально уровня девочек. Я не против женских боев, на самом деле. Как так? Ну, в России очень мало, как бы, бойцов, женщин. Это уже прекрасно. Ну, прекрасно или нет, я имею в виду, потому что я не против этих боев, просто если делать бои, они должны быть высокого уровня. Высокого уровня. А таких сегодня у нас нет. Здесь у нас появятся... Исполнительниц такого уровня. Бойцов, женщин, да. Поэтому если у нас появятся такие бойцы... Позвать кого-нибудь. Кстати, вот реально с Анжеликой было много шума. Все-таки она будет драться или не будет? Она готовится. Ну, это тоже, как бы, я не скажу, что это высокого уровня боец. Это, наверное, больше... Анжелике можно не драться. Вот пусть раздельца выйдет на площадку, и этого достаточно. А я стесняюсь спросить, а с кем она будет встречаться-то в Рейджи? Ну, когда она будет готова, мы подберем соперника, соперницу такого же уровня, примерно, тоже с каким-нибудь один-два боем. Но на сегодняшний день идет о таких вот боях профессиональных, как дерутся Балатаре и UFC. То есть у нас сегодня нет такого уровня женщин, поэтому я их и не делал. Удивительно. А вот спрашивают, а Янькова? Подождите, а что, Янькова это уровень, по-вашему, или что? Она подписана в Балатаре. Это во-первых, да. И вот у нее, интересно, у нее эксклюзивный контракт или нет? По поводу контрактов гадать не будем, тем более, что времени немного. Насчет того, что Янькова это не уровень, ну, девочка дерется, да. И боев у нее побольше, чем у нас с тобой, Роман. Поэтому... Конечно. Поэтому... Женских боев у нее тем более побольше, чем у нас с тобой. Да, однозначно, женских боев у Насти побольше. Поэтому, если бы Настя нашлась бы оппозиция, ну, наверное, бой. Почему бы нет? Да, но вот опять же, если продолжать тему Анастасии, Яньковой, вы вспомните ее последний бой. Нет, я к ней замечательно отношусь. Она очень хорошая девочка. Бывала в нашей студии. Бывала в нашей студии, да. Но вот как были вот те проблемы, которые были, да, они, в общем, никуда и особо не делись. Но эти проблемы, они начались задолго до того, как Настя ушла смешанное единоборство. Настя еще, когда в тайском боксе реализовывался и в Кей-1, эти проблемы у нее были. Ну, что делать? Ну, вот так. Так что тут можно много придумывать. По факту Вадим свою позицию озвучил. Нету достойных исполнительниц, поэтому в М-1 пока женских боев нет. Может быть, это и хорошо. Да, у меня есть вопрос материального толка. Вадим, скажите, пожалуйста, а билеты на события 18 февраля хорошо продаются? Да, очень хорошо. Практически половины билетов уже нет. Насколько я знаю, что стимулировали продажи как раз бои футбольных фанатов, если я правильно осведомлен. Нет, не только. Ну, футбольные фанаты тоже, конечно. Не только, они стимулировали, как бы, интересы и стимулировали продажи. Сейчас арена не такая, не маленькая, юбилейная. Она там, по-моему, около 6 тысяч, 6-7 тысяч. Я думаю, что половины билетов уже нет. Билеты хорошо продаются. Ром, и давай про 3 марта немного поговорим, потому как практически за 18 февраля сразу же наступает 3 марта, Александр. Ничего себе, практически сразу. Вот сразу же наступает 3 марта, и этот турнир уже будет в Москве. Наверное, мы с представителями М1 и Нового потока, а там как раз в главном бою и дерется представитель Нового потока, Александр Шлеменко. Мы отдельно в студии поговорим, но сейчас есть возможность. Времени еще немного есть. Здесь сделаем небольшой анонс того, что это будет. Когда будет, мы уже сказали, где это будет в Москве происходить? В Олимпийском. Большая площадка. Я обратил внимание, как раз М1 Global предпочитает именно эту площадку. Мы заключили контракт с Олимпийским на 2 года вперед. И даже скажу, следующее событие будет 3 марта, а потом будет 10 ноября. То есть мы сейчас, в принципе, программу практически на год всю сделали. То есть вот 14-15 событий, которые пройдут в этом году, мы уже как бы понимаем, где они пройдут. И сейчас вот дотрясем все мелочи и уже практически на год сразу дадим программу. Я имею в виду расписание полностью. Ну, это удобно и для коллег с телевидения, потому как заранее известны все турниры и есть возможность анонсировать. Роман мне показывает. Сейчас нас отобьют немножко. Продолжаем. Да, я говорил о том, что это для телевидения удобно. Заранее известное расписание, всегда есть возможность анонсировать. И нам, Роман, тоже удобно подстраиваться. Мы всегда знаем, когда кого в нашу студию приглашать. А стало хорошей традицией приходить к нам в студию. Это правда. Вот, кстати, обратил свое внимание на файт-карту 3 марта, которая будет, и с удивлением для себя обнаружил в числе участников Магомеда Султана Ахмедова, который в последнее время, насколько я помню, только судьей выступал. А что, он решил возвернуться? Он решил вернуться. Он достаточно... Ну, вы, наверное, помните его бои. Конечно. Блестящий ударник, левша, нокаутер. Поэтому, да, он решил вернуться в профессиональный спорт опять. Поэтому мы даем ему такой шанс. Да, ему 32 года. То есть, в принципе, еще не можно, так скажем, да? Да. А почему уходил? Кстати, вы не знаете почему? Ну, наверное, по травмам уходил. Я не знаю. Он, я знаю, что он пробовал себя в любителях, там, как-то везде. Так он выступал, он, в принципе, поддерживал форму. Да, потому что... А сейчас решил вернуться и... И драться он будет с Сергеем Романовым. Это вот тем самым, о котором мы сегодня уже говорили, да? Да, да, да. Это из как раз футбольного окружения парень, который, по-моему, он... За Зенит болеет или я даже не знаю. Интересно. Магомед Султан Ахмедов, наверное, болеет за Анжи, мне так кажется, почему-то. Хотя везде, когда его объявляют как студент, он представляет Москву. Коренной москвич Магомед Султан Ахмедов. Потому что, Роман, начинаем... Романову можно уже перенести в профессионалы такие конкретные, потому что он уже провел не один поединок и уже доказал... Одиннадцать? Это у нас. А, он, да. Роман, начинаем потихонечку общаться. Вадим, благодарим за... Вадима благодарим за то, что нашел время побывать в нашей студии. Да, у нас в гостях был президент Лиги М1 Глобал Вадим Финкельштейн. Спасибо большое, что зашли. И приходите еще. Роман Мазуров и Грязанцев были с вами. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова